Каждый, кто делал себе кошелек для монет XRP, знает не понаслышке, что при регистрации блокируется определенная сумма монет для его создания. И неважно, каким кошельком вы пользуетесь, комиссию берет сеть, а не сам кошелек. Раньше требовалось 20 монет, затем сумма была снижена до 10. Такая вот особенность блокчейна, и с этим ничего не поделаешь. Но, пожалуй, далеко не каждый знает, как вернуть большую часть этих монет, в случае, если кошелек уже не нужен. Или если кошельков было много, и их актуальность существования просто-напросто исчерпала себя. Так, например, когда аирдропы на базе XRP были актуальными, я насоздавал кучу кошельков для абуза. Вот, пожалуйста, основной. И еще 20 дополнительных. Тогда это было актуально, но сегодня они лежат мертвым грузом. А ведь за создание каждого я заплатил по 10 монет. И что же мне, 200 монет вот так забыть? Пришлось сесть и разобраться. Сейчас я покажу, как вернуть деньги и удалить кошельки. А перед началом этого видео хочу показать платформу Wellis. Тут вы можете настроить ботов для торговли, задав им свои критерии, или используя готовые шаблоны от профессионалов. У ботов нет эмоций, жадности и проблем с нехваткой времени. Теперь не нужно торговать руками, изучать сложные графики и индикаторы. Боты сами торгуют в любой удачный момент, пока вы заняты чем-то другим. Wellis это официальный брокер на биржах Binance, Okix и Bybit. Следить за торговлей ботов можно также и через Телеграм. Проходи несложные испытания и получай денежные бонусы за активность, где вам еще будут платить, чтобы вы начали зарабатывать. Свои первые 10 долларов на счет вы получите после регистрации по моей ссылке в описании. Там же оставлю ссылку на свой полноценный обзор этой платформы. Я думаю, что мне можно смело авансом поставить лайк, ведь сейчас я покажу очень ценную информацию. Итак, для того, чтобы вернуть деньги, нам потребуется кошелек SumUp, который бесплатно доступен для скачивания и установки на мобильный телефон. В этом приложении нужно импортировать свой кошелек через секретную фразу или коды, если кошелек был создан где-то в других местах. Я же изначально все кошельки создавал в SumUp, поэтому мне будет чуть проще. Также нам потребуется второй кошелек XRP, это может быть как ваш личный, так и вашего друга. Можно, конечно, использовать и биржевой, но это я бы крайне не советовал делать, потому что в случае чего биржа может просто оставить вас без монет. Благо у меня 21 кошелек и монеты со своих 20 лишних кошельков я буду возвращать на свой основной. Важный момент. Нужно обязательно опустошить свой кошелек перед теми действиями, которые будут дальше. То есть сперва выводим свободный остаток и только потом возвращаем заблокированные средства. Кошелек должен быть пустым, иначе есть риск потерять монеты. Если вы все подготовили и опустошили кошелек, то пришло время его удалить, чтобы вернуть задаток. Для этого нам потребуется зайти на сайт xrpl.services и снизу ищем строчку Account Delete. Нажимаем сюда, открывается меню. Тут нам нужно указать кошелек, куда будем возвращать монеты. Верхняя строчка для адреса кошелька, нижняя для memo-тега, который используется как правило на биржах. Но опять же хочу сказать, что возврат монет на кошелек биржи это дело рисковое. Вторую строчку заполнять не нужно, если это кошелек из приложения или адрес холодного кошелька. В общем, любого, который не принадлежит бирже. Или проще говоря, у которого есть определенный владелец и он один-единственный. Все, указали, куда хотим получить монеты, поставили снизу галочку, что мы понимаем и осознаем, что делаем. Выскочит еще раз оповещение, что не указан тег memo. Если указан не биржевой кошелек, то просто игнорируем это и жмем на confirm. Появится QR-код, который нужно отсканировать из кошелька в приложении XoomUp. Если у вас нету компьютера и вы все делаете с телефона, то вам не придется сканировать этот QR-код и вас сразу же перебросит в приложение XoomUp. Но поскольку я сейчас показываю на примере компьютера, QR-код сканировать придется. Для этого в приложении XoomUp жмем снизу на черный квадратик. Далее снизу нажимаем на черную кнопку со словами сканировать QR-код и сканируем его. Приложение загружает документ на подпись и предупреждение о выводе средств на биржевые кошельки. Для завершения действий нужно стрелку на синей полоске снизу переместить вправо. Выскочит еще одно предупреждение. Подтверждаем, что хотим это сделать и в конечном итоге подтверждаем последний раз паролем или отпечатком пальца. После этого кошелек будет удален, а средства переведены на кошелек, который был указан в самом начале на сайте. Теперь если зайти в раздел события, то видно, что на основной счет я сперва перебросил остаток монет, а затем туда же были отправлены и заблокированные ранее средства. Давайте зайдем на основной кошелек и проверим, пришли монеты или нет. Монеты на месте, это видно и по увеличившемуся балансу и по журналу событий. Теперь, когда я показал что и как, думаю пришло время попросить тебя подписаться на канал. Ведь это видео одно из многих, которые у меня есть и будут. Присоединяйся и включай колокольчик, чтобы не пропускать полезный контент. Также у меня есть и телеграм-сообщество, где еще больше всего интересного и полезного на тему заработка. Обязательно подписывайся и туда. На этом у меня все. Вы были на канале Путь Богача и если нам по пути, то знаете что делать. Кнопка подписки доступна для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!